Друзья, привет! Пока главный лежит в холодильнике на Валдаве, одному из запасных отпуск дали за свой счет. Теперь вместо личного кортежа едет домой на метро. Устал бедный, но ничего-ничего, скоро отдохнет. Следующее видео без набранного ведра величия смотреть не рекомендую, иначе скрепы могут испортиться. Усатый рот Кремля ответил на вопрос про санкции. У них мучение, потому что они видят, что санкции не бьют так, как они должны пиздец не бьют. Более того, мы, как всегда, русские ухитрились делать так, чтобы извлекать выгоду из санкций. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот мы вот гром грянули, мы взяли и перекрестились. Будем креститься дальше. Поэтому, конечно, способны они намного. Люди циничные, я имею в виду западников. Не гнушаются ничем. Поэтому, конечно, нам нужно сохранять максимальную собственность. То, что будут продолжаться поиски различных вариантов оказания давления на нашу страну, это очевидно, это факт. Санкции россиян практически не коснулись. Мало того, россияне из санкций извлекают пользу. И все бы хорошо. Но вот только россияне вместе с пользой, акт санкций, извлекают просрочку с полок. А в магазинах цены выросли просто в космос. Раньше мог на тысячу рублей купить, закупиться дня на три, на четыре спокойно. Сейчас тысяча рублей это вообще ничто. Ты покупаешь продукты только вот ежедневные. За пять лет... Сейчас рубль ничто. Я вижу, как все подорожало. Подгузники в два-три раза дороже. Все полностью... Детское питание в два раза дороже. Я уже не говорю про детскую смесь. Она просто... Она не в два, она в четыре раза дороже стала. Девушка рассказывает, что покупая коляску для новорожденного, рассчитывала, как пять лет назад, потратить до 300 долларов. Однако в магазине она увидела цену в два раза выше. Стоимость возросла не только на детские товары, но и на обычное продовольствие. Ноябрь в России стал очередной отметкой повышения инфляции – более 7%. Этой весной Центробанк рассчитывал, что цифра не поднимется выше 6,5%. Сильнее всего от повышения цен пострадали овощные и фруктовые отделы. Согласно Росстату, бананы за 11 месяцев стали дороже более чем на 40%. Помидоры почти на 30%, капусты чуть больше 20%, яблоки на 14,5%. Рост цен на курятину достиг почти 30%, а на куриные яйца более чем на 20%. Стараемся какие-то акции уловить, ну как я узнаю, среди своих знакомых, но какой вариант еще. Я не слышу, что мы умрем, конечно, могу. Пиздец, а вы шахтилы нахуй. Не умрем, плакать не будем, но стараемся, я думаю, что будем стараться выжать. По ощущениям, вот чисто без анализа, да, подросли цены. Если еще подрастут, наверное, буду переходить на хлеб с водой. Очень сильно изменились цены, очень выросли, полтора. Санкции на якносные касаются. Стоит два раза, это только продукты, остальные вообще за шквар. От санкций одна польза. Если вот раньше продукты можно было купить в два раза дешевле, то сейчас они стоят в два раза дороже. Польза просто налицо. А это республика Карелия. Наглядное извлечение пользы от санкций прямо из-под земли. В доме Анатолия Тихонина, как и большинство его соседей, на станции СУНа водопровода нет, поэтому каждый день они ходят к колодцу. Берем для и еды, для питья, и для помывки, и для всего. И для стирки, и для всего берем эту воду. Вода болотистая и невкусная, но все равно ее приходится использовать как питьевую. Других вариантов нет. Вода болотистая и невкусная, говорит ведущая новостей. Нет, это вода с запахом величия, с запахом борьбы с натой и с запахом духовных скрип. А вкус у нее в куски его за три дня. Раньше жители поселка пользовались скважиной. Вот здесь брали воду, на ней заваривали ароматный чай. Но четыре месяца назад перегорел насос. И как мы видим, колонка до сих пор не работает, воды нет. Раньше жители набирали воду здесь, ходили с ведрами вот сюда, нажимали на кнопку и, благо цивилизации, лились прямо в ведро вместе с величием. А сейчас насос сломался, и величие уже автоматически не подается. Жители поселка переживают, что скоро и вовсе могут остаться без воды. Зимой колодцы часто замерзают. Они неглубокие у нас. Земля не промерзла еще, вот первый признак. Блять, с болота воду хуярят, неглубокие колодцы хажут. Уже сегодня был утром, уже корка льда была на колодце. Одну ночь, другую ночь, и все. Нам без... Артезианская скважина, блять. Воду можно брать из реки, но она находится в километре от станции, не находишься. Глава местной Янишпольской администрации пообещал нам организовать для жителей станции подвоз воды по талонам. Жители переживают. Подвоз воды по талонам, блять. Движемся к 90-м, еба. Что, скоро величия не пить будут, а грызть? Потому что это величие промерзнет до самого дна. И чай уже придется заваривать не с колодезной водичкой, а со снегом. Возможно, даже с желтым. На это полюбуйтесь, фабрика для второй армии мира. Шьет маскировочные сети. Фабрика для своих открылась в Благовещенске. Место притяжения для тех, кто хочет помочь нашим землякам в зоне СВО в районе горпарка появилось совсем недавно. Только за последние пару дней делится руководитель фабрики для своих поступило огромное количество звонков о том, как можно присоединиться. Там Будун такие, блять, тёлки страшные, пиздец. Посмотрите, что мы делаем и сразу работаем на СВО. Вчера все звонили и все просто такие довольные. Раздавал командир каждому подразделению нашу гуманитарную помощь. Ребята просто, вы знаете, это просто для нас праздник. Я мама, сын, там уже второй год. Что я могу чувствовать? Я чувствую гордость не только за своего сына, за всех ребят. Кончено. Потому что они герои. Полоски для будущего укрытия техники и блиндажей заранее нарезают, а потом лоскутки пополняют паутину основанием. Сети здесь вяжут из особого материала, с банбонда. Он хорошо известен дачникам, как укрывочный материал. Но вода по нему стекает, не дает промокнуть. Что я могу чувствовать? Я отправила сына в Украину. А теперь я чувствую за это гордость. От Киев за три дня до разбираем теплицы на маскировочные сети для второй армии мира. И делаем это где-то в подвале жилого дома. Ну а дальше? Дальше вообще гойда. В РЖД заявили, что теперь туда будут набирать заключенных и мигрантов. Потому что кадров не хватает. Вычерпали все по полной программе. Соответственно, это привлечение с использованием таких дополнительных и, может быть, нестандартных источников. Что я имею в виду? Ну, мы уже начали взаимодействие с Федеральной службой исполнения наказаний. Рассматриваем конкретную возможность трудоустройства осужденных. Те осужденные, которые осуждены к принудительным работам. Понимаем все риски этого источника, безусловно. Но для нас это реальная такая дополнительная возможность, особенно в труднодоступных районах, с Байкальским крайом и так далее. Дополнительная возможность, дополнительный источник покрытия дефицита. Уже опыт есть работы с таким контингентом на Восточном полигоне. Ну и кроме этого, второе, это, понятно, иностранные граждане. Тоже целый ряд проблем с их привлечением. В том числе и то, что касается заработной платы в пересчете на рубли. Но определили потребность конкретно в таких работников. В разрезе конкретных предприятий начинаем этим заниматься значительно более активно, чем раньше. Работоспособных мужиков выдернем с работы и отправим бороться с НАТО. А на работу начнем зэков набирать. Зэков и мигрантов. Как вы думаете, тянет на Гойду? А это жители Воронежа. Хитрая НАТО и до них добралась. Мы уже привыкли к тому, что расценки на коммунальные услуги постоянно растут. Вне зависимости от материального положения граждан и не всегда с той же стремительно растущих зарплат. Ну вот теперь вышло опять распоряжение правительства. Вот оно у меня 10 ноября 2023 года. Где введены как раз у нас предельный индекс тарифов повышения на коммунальные услуги. Распоряжение правительства за подписью Мишустина не ограничивается лишь предельно допустимым индексом, для каждого региона. Есть здесь еще одна интересная графа, позволяющая местным властям регулировать цены на свое усмотрение. И Воронежская область там на 9,8 повышение, но отклонение возможно еще на 4,9, то есть практически на 15. Между тем руководство области имеет право отклониться от предельно допустимого индекса роста цен в любую сторону. И сделать, к примеру, услуги дешевле. Но на практике такого никто не припомнит. Сети у нас все находятся в плачевном состоянии в стране, потому что не модернизировались, не менялись ничего. Им по 60-70 лет, они все в ужасном состоянии, менять их нужно. Но где брать деньги? Инфляция в стране увеличивается, денег, как говорится, нет. Где брать деньги? С населения. Потому что если брать с богатых, не хотят брать, ни прогрессивные налоги, ничего, хотят взять опять с населения. Коммунальные сети по большей части страны в труху. А денег нет. А как денег нет? Давайте-ка вспомним, куда они сейчас все уходят и куда они будут еще больше уходить. Ах да, пойдут они на восстановление. Донбасс. А что с Донбассом случилось? И сколько туда уже ушло денег, чтобы линия соприкосновения была там, где она сейчас? Вопрос большой и не имеющий точного ответа. Тем временем в стране ищут очередных врагов. И в этот раз под каток репрессий попала актриса Яна Троянова. Не сказать, что это прям супер какая-то известная актриса, но тем не менее ее внесли... Почему-то Ольга? ...в реестр иноагентов. Почему ее туда внесли? Да по той же причине, по какой внесли и всех. Ольга тоже слиняла. С рашки. ...кто там уже есть. Но есть и хорошая новость. Усатый род Кремля сделал еще одно заявление. Рассказал он про свою дочь. Дочь у него оказывается живет аскетично. И не просто аскетично, а даже бедно. В спартанских условиях. Ну, вы знаете, если говорить, например, о моей дочке, то она никогда не была ребенком-мажором. У нее была очень непростая жизнь, непростая учеба не только в России, она училась еще и во Франции. И она всегда жила там очень бедно. Да, блядь. В очень спартанских условиях. Да, бедно. И, собственно, она никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей. Она долго искала себя. И слава богу, что сейчас устаканилась и все нормально. Тоже, кстати, стала такой изрядной карьеристкой. Лиза Пескова никакая не мажорка. Она обычная среднестатистическая россиянка. Ну, подумаешь, как и большинство россиян летает на суперджетах. Училась во Франции. Трудно ей, конечно, там было. На выходные на том же личном самолете летала домой к родителям. А во время каникул летала назад во Францию чайку попить с булочками. Да большинство россиян так делало, ну, по крайней мере, до санкций. Нет, моя Лизонька не мажорка. Это просто вы нищие. Забыл добавить Песков. А я не прощаюсь. Друзья, привет. Да.